Приветствую вас. Знаете, я еще ни разу в своей жизни не встречал человека, который, боясь заболеть какую-либо психическую болезнь, и я ее заболел. Серьезно. То есть, тот факт, что вы боитесь заболеть шизофренией, означает только то, что вы не заболеете, а что вы боитесь этого. Вы сознаете себя, вы как бы следите за, условно говоря, целостностью своей личности, личности. Вот. Поэтому, я думаю, что, конечно, есть связь. Есть связь между тем, что вы не чувствуете радости, ну, к жизни, и тем, что вы боитесь заболеть шизофренией. Вне всякого сомнения, связь присутствует, но эта связь, на мой взгляд, не является основной. Понимаете, какая штука? Вот. Как вы думаете, почему? Почему человек, чего-то боится? Вот внезапно появляется страх, да? Почему? С одной стороны, это всегда какая-то угроза, да? С другой стороны, особенно, если страх непонятный, особенно, если страх не идентифицируется, как-то, то это такой вот нерациональный страх, да? Как его называют? Ир-рациональный страх. И вот, вопрос. Как вы думаете, почему этот нерациональный страх, да? Почему? Имеет место быть. Ну, то есть, почему он появляется? Ответ. Ответ. Достаточно прост. Нерациональные страхи всегда, или почти всегда, связаны с тем, что человек хочет. Нерациональные страхи, связаны с тем, что человеку нужно. Нерациональные страхи, связаны с тем, что есть, есть некие желания, которые, есть некие, некоторые человеческие желания, которые, человек, просто-напросто, себе подавляют. Вот. То есть, есть то-то, что вы себе подавляете. Есть какие-то желания, есть какие-то чувства, которые вы себе подавляете. Да, безусловно, в вашей жизни все хорошо. Безусловно, в вашей жизни все здорово. Правда в том, что с этим никто не спорит. Но если вам безрадостно, если у вас есть страх какой-то, там у вас есть страх, например, заболеть, что этот страх, он не приходит сам по себе. Понимаете? То есть, этот страх, этот страх, он не возникает из ниоткуда. Он появляется только тому, что вам всего-то хватит. С этой болезнью, возможно, связаны какие-то, ну, какие-то последствия, которые для вас кажутся бессознательно привлекательными. Например, например, на вас слишком много наваливает. Например, у вас слишком много задач. Например, вы слишком устаете, или что-то еще. Например, у вас слишком активная жизнь, слишком много вы чего должны делать. Вот я предлагаю вам посмотреть на ситуацию, на вашу ситуацию, именно с позиции того, как много вы должны делать, а не хотите. И насколько это для вас критически. Понимаете? Риск заболеть есть у всех. И здесь, в общем-то, ну, далеко не всегда важно, важно наследство. Вот. Понимаете? Здесь не предугадать, заболеет человек или не заболеет. Но именно вы начали чувствовать этот страх. Диагностировать вас никто, так сказать, онлайн дистанционно не будет. По крайней мере, если это уважающий себя специалист. Вот. Диагностировать вас никто не будет. А вот бы работать с депрессивным состоянием, вполне можно. Освободить вас от того, чего вы не хотите, освободить вас от ощущения должничествования, вполне реально. Вполне. Другой вопрос. Хотите ли вы в этом думаете? Хотите ли вы в этом думаете? Объективно. Объективно. Депрессивное состояние, не депрессивное, а именно депрессивное состояние, возникает именно по той причине, что вы слишком много всего должны. Слишком. Но. Вам тяжело. Понимаете? Вот. Вам просто-напросто тяжело. В этом находиться. Вон. И. Всё. Соответственно. Во. Понимаете? Такая вот история. Где-то. 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 Вы. Упустили. Упустили. Эм. Ну. Как вам. Как вам сказать. Где-то вы упустили. Эм. Свои черты. Где-то. Где-то вы упустили. Себя. Я бы, наверное, выразился. Я бы, наверное, выразился так. Ну. Что-ли где-то. Где-то. Вы упустили себя. И. В общем-то. Не то, чтобы это. Совсем было. Но для нас. Для вас. Это оказалось. Критическим. И. Вот. Вопрос. Заключается в том. А. Почему. Для вас это оказалось критическим. Понимаете? Какая штука. Вот. В этом. Направлении. Вам нужно двигаться. Именно. Именно в этом. Направлении. Вам нужно двигаться. Чтобы. Чтобы лучше. Понимать. Себя. Чтобы лучше. Понимать. Чего вам. Хочет. Чтобы лучше. Эм. Лучше понимать. Что вам нужно. Понимаете? Такая вот история. Это. Что? Что я думал. Думал. Я не говорю, что я обязательным. А. Но. Ваш. 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 Страх. Ваш страх. Болезния. Он. Вам. Самой. Для чего-то нужен. И. Я конечно. Я конечно. Не знаю. Не могу знать. Для чего вам нужно. Но. Разобраться с этим. Вам. Можно. Помочь. Еще раз. Вы слишком много. На себя заваливаете. Еще раз. Вам хочется освободиться от той ответственности. Которая на вас сейчас лежит. Еще. Еще раз. Вы слишком много. Себя. Очевидно. Доставляют. В этом. Вся беда. В этом проблеме. Активных людей. И до танца выходят. Да. И с тренером вы занимаетесь. И работаете и. Все-все-все. Все-все-все-все-все. Нет времени. Слушаться свои чувства. Нет времени. Прислушиваться к застиг hour. А ведь человек меняется, человек становится другим, человек не является статичной фигурой, а вы пытаетесь жить статично. И даже проблемы свои вы пытаетесь решать одним образом, одинаковым образом. Понимаете? А ведь человек меняет, человек разум, и способы ему нужны для удовлетворения своих меняющихся, развивающихся потребностей. То есть разум, не одни и те, подумайте об этом. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok